А мы продолжаем выпуск. В Запорожье прошел флешмоб, посвященный 368-й годовщине Переславской Рады и принятию территории Гетманщины в состав Русского Царства. Символично, что мероприятие проходит в этом году, когда Запорожье вновь воссоединилось с Россией. Ради такого события жители нового региона массово приняли участие в спортивном флешмобе. Подробности в следующем сюжете, подготовленном при поддержке наших бердянских коллег. В этом году Запорожье воссоединилось с Россией. Можно сказать, в каком-то смысле история повторилась. Спустя 368 лет. Эта историческая дата важна для жителей нового региона, тем более в сегодняшних реалиях, когда они вновь в родной стране. Годовщину они решили отметить активно, дружно и по-спортивному, отжимаясь и приседая. Стартовал флешмоб приуроченных 368-й годовщине Переяславской Рады и присоединению территории Гетманщины в состав Русского Царства. Акция стартовала 14 ноября в Миле-Тополе. Эстафету перенимает город Бердянск. Раз, два, три. Присели ровно 368 раз. Именно столько лет прошло со дня воссоединения. Это непросто, но горожане не сдались. Причем в каждом городе свои предпочтения. Одни приседали, другие отжимались. Благо погода на освобожденных территориях позволяла для спортивных упражнений выйти на улицы городов. Раз, и два, и три. Пять, шесть. Флешмоб своего рода эстафета. Жители Бердянска получили ее от Милитополя. Выполнили, а затем передали Акимовке. Акция, проводимая в Запорожской области, призвана привлечь внимание к поистине эпохальным событиям. Восстановлению исторической справедливости. И еще раз подчеркнуть значимость этого события в истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова